Отправка паломников из Лучезарной Медины в Мекку завершается. На сегодняшний день переезд верующих осуществлен на 98%. Уже в автобусах руководители групп сообщают паломникам номера комнат. Заселение в гостиницах производится сразу по прибытии в священный город. После многочасового переезда в Мекку паломников размещают в гостиницах. На сегодняшний день компания предоставляет три уровня сервиса, чтобы максимально хадж стал доступен для всех слоев населения. Каждый уровень разнится в цене, и сервис по предоставлению услуг паломникам осуществляется, как и было запланировано. Во всех комнатах есть все условия, и были у нас, кстати, здесь небольшие проблемы именно в этой гостинице с кондиционерами, на что хозяева очень быстро отреагировали, приобрели новые кондиционеры и достаточно короткий срок это заменили. В первую очередь это было связано с этим, вот это неудобство было тем, что люди пришли, было в комнатах немного жарко, но вот это время, пока их меняли, это буквально где-то, скажем, в течение часа, все-таки это когда человек с переезда, уставший, естественно, на него это сказывается, у него есть какие-то претензии. Но в данный момент мы видим картину, что уже во всех комнатах уже прохладно, все разместились, уже идет такой, можно сказать, быт, и люди уже ходят в мечеть, и в данный момент все хорошо. Организация хаджа – сложный процесс, и здесь необходима максимально слаженная работа всех служб хадж-фирм. Зачастую паломники сбиваются с курса группы, и на их поиски снаряжаются специальные силы. В зарубежной стране с таким количеством людей при ограниченности времени и средств хаджа – задача, подъемная лишь для профессионалов. Достаточно немало случаев, что люди теряются, но очень быстро их находят по бэджикам. То есть информация, которая есть в бэджиках, она идет в сеть, естественно, их кто-то находит, и она идет в сеть, оттуда мы запрашиваем с базы, с какого они рейса, и быстренько находим с ним связь, человек выезжает, находит его и привозит в ту гостиницу, где он находился. В среднем святые места Саудовской Аравии ежегодно посещают более 5 миллионов людей из всех уголков мира. Выполнение обрядов хаджа при непривычных климатических условиях сказывается на их здоровье. Поэтому здесь работает команда дагестанских врачей. В Мекке, как и в Медине, работают врачи. Если в Медине практически обращений не было, то в Мекке их в разы больше. Как и уверяют врачи, проблем с оказанием помощи в медицинских пунктах нет. Пока, слава Аллаху, переломами и никаких с травмами больцентов не обращалось, все идет в штатном режиме. Каждый руководитель рейса фиксирует все тяжелобольных, если таковые имеются. У нас ведутся специальные журналы. Были два человека с сердечной патологией, которые уже приехали из Дагестана. Мы за ними следим. Ежедневно делаются обходы. Все спокойно. Уже в среду дагестанские паломники, как и, впрочем, паломники из других стран, будут отъезжать к святым местам, а именно в долину Мина и горе Арафат, для выполнения одного из основных столпов хаджа. Адикат Магомедова, Хаджа Мурадмагаев. Специально для новостей. Мекка. Специально для новостей.